Когда вы разговариваете с клиентом, делайте правильные паузы. Что-то сказали и замолчите. Ждите реакцию на ваши слова. Наблюдайте за реакцией собеседника. Делайте выводы. Внимательно слушайте то, что он вам говорит в ответ. Обращаю ваше внимание на важную вещь. Все, кто хоть раз общался с клиентом, отлично знают, как трудно бывает молчать. Сама по себе пауза бывает невыносимой. Хочется ее прервать, заполнить пустоту. Держитесь, дайте это сделать вашему собеседнику. Ему тоже неуютно в этой ситуации. И в большинстве случаев ваш собеседник начнет делать это первым. Но не впадайте в крайности. Если вы чувствуете, что молчание слишком затянулось, то снимите напряжение. Например, продолжите свою мысль или задайте вопрос, который поменяет тему разговора. Действуйте сообразной ситуацией. Стимулируйте вашего собеседника к тому, чтобы он начал общаться и с помощью невербальных жестов. Подайтесь немного всем корпусом вперед к вашему собеседнику. Но не переборщите. Люди не любят, когда нарушают их личные границы. Посмотрите ему в глаза. Ваш взгляд должен быть уверенным и доброжелательным. Когда собеседник ждет вашего ответа, тоже сделайте паузу. Помолчите буквально пару секунд, прежде чем начнете говорить. Это дает возможность вашему клиенту переключиться из режима говорения в режим слушания. И кроме того, это характеризует вас как человека, который способен слушать и заинтересован в диалоге с клиентом, а не навязывает свое мнение или свой продукт. Пауза очень эффективна. Обязательно научитесь ими пользоваться, чтобы повысить свой уровень мастерства. Люди ценят хорошее общение. Это большая редкость. Как только ваш потенциальный клиент поймет, что вы внимательный и тактичный собеседник, вам будет гораздо проще наладить с ним взаимопонимание. Продолжение следует...